Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек, и сегодня мы посмотрим, как же начать печатать на 3D принтере. И в одном ролике, что для этого нужно. Вот смотрите, хотим мы сделать вот такую деталь, например, напечатать, и что нам для этого нужно? Чтобы деталь 3D превратилась вот что-то вот в такое. Давайте по порядку. Во-первых, вам нужно купить 3D принтер, ссылка будет в описании именно на этот принтер, и там будет маленькая флеш-карта. То есть вот тут она вставляется через переходник в USB-шку. Так, я ее потерял прекрасно. Вот она. То есть вот такая вот флеш-карта у вас будет примерно. Вставляем ее, соответственно, в USB-карт-ридер и вставляем дальше в компьютер. Это первая часть, что нужно сделать. Соответственно, вставляем. Все, сейчас она определится, но это нам пока что не нужно. Закрываем. В общем, нам нужно будет две программы, с помощью которой мы будем как раз-таки и работать. Первое, что нам понадобится, это программа для 3D-моделирования. Я использую Autodesk Inventor. Вот. Именно он, ну, в нем можно создавать разные машинообразные детали, скажем так. Машиностроительные более точно. Вот. Соответственно, лицензия такая. Думаю, скачать сами знаете как. То есть, как сделать себе бесплатную лицензию, если вы поняли меня. Так, далее, что нам нужно, это программа Slicer. То есть, вашу 3D-модель, помимо того, что нужно сделать, ее еще нужно нарезать, чтобы 3D-принтер понял, как ее печатать. То есть, чтобы вот в такое оно, оно само по себе, короче, в такое не превратиться. Скачиваем вот такую бесплатную программу Ultimaker Cura. Вот она. Нажимаем скачать бесплатно. Вот. И все. В принципе, мы можем приступать к работе. Допустим, гипотетически, мы научились вот в этой программе Autodesk Inventor делать какие-то модели. Да, вот у меня моделька есть вот такая. Вот. И что нам делать дальше? То есть, уроки по 3D-моделированию, может быть, у меня тоже простенькие будут. Я объясню, значит, по-простому. Есть модель какая-то у нас в этой программе. Я нажимаю File, Export. Нажимаем вот Export Supper. Так. И что мы делаем? Так. Во-первых, надо это делать все куда-нибудь в удобное место. Например, в загрузке. Так. И вот здесь выбираем файл. Это вот самое важное. Нам нужно выбрать файл STL. То есть, видим, да? Вот синим. Нажимаем и нажимаем Сохранить. Все. В принципе, прогу можно закрывать. Деталька у нас будет готова. Так. Далее надо вот в программе Cura все это дело открыть. То есть, запускаем вот эту программу под названием Cura Ultimaker. Сюда нужно будет вбить, чтобы появился ваш принтер. То есть, нужно будет нажать Добавить принтер и вбить название. То есть, сейчас покажу, как это примерно выглядит. Нажимаем. Так. И здесь у нас где-то по названию должно быть. Вот. Нажимаем и выбираем свой принтер. Дальше можно будет поиграться с настройками, но лучше пока это не трогать. Пока закроем, мы якобы добавили свой принтер. Дальше что мы делаем? Принтер у нас добавлен. Вот здесь вот вторая вкладочка. Это будет выбор пластика. Это очень важно. Скорее всего, у вас будет PLA пластик. Надо выбрать PLA пластик. Вот сюда нажимаем. Вот здесь нажимаем еще раз. И тут есть разные производители пластиков, которые можно указать. Тогда будет более точно все работать. Я беру вот так. Универсальные. И нажимаем, например, ABS. Вон, PLA есть пластик. Так, давайте наведу-ка. Вот, PLA. Скорее всего, у вас будет PLA. У меня PEDG пластик. То есть, выбираем его. Так, и дальше у нас получается, мы почти готовы печатать этим пластиком. Так, фокус. Фокуса у нас нету. Авто. Вот здесь, в правой стороне, у нас выбор качества. То есть, вот сейчас стоит 0.06 мм. То есть, именно с такой тонкостью будет печататься один слой детали. Если хотите побыстрее, то ставьте побольше. Вот, под мой принтер можно 0.6 поставить. Но тогда деталь будет уродливой и некрасивой особо. В общем, можно поставить где-то 0.2. И это самое оптимальное. Так, сейчас я тут сохранить изменения сделал. Я просто немножко поигрался с настройками скорости для улучшения печати. В общем, что у нас дальше нужно сделать? Нужно зайти туда, куда мы сохранили эту детальку. Так. И загрузить ее в программу. Ее можно открыть прямо отсюда. То есть, видите, у меня она синеньким горит. Можно просто открыть. И программа сама откроется с этой деталью. Далее, что нам нужно сделать? То есть, выбрали качество 0.2, да? Толщина слоя. Нажимаем нарезка на слои. И ждем. Если у вас компьютер слабый, будет, наверное, долго. Вот, тут как раз таки пишет, сколько материала будет, сколько делаться и так далее. Так, в данном случае я себе немножко изменю деталь. Я хочу сделать масштаб поменьше. И качество сделаю максимально хорошее. То есть, поставлю вот такое, наверное, 0.1. 0.1 опять сохранить изменения. Так, и мне нужно сейчас изменить размер. Вот тут масштаб я могу изменить. Так, я хочу просто маленькую детальку напечатать и посмотреть, что у нас с этим будет. Так, колесом мыши мы, соответственно, уменьшаем. Вот этот шаг, да, вот эти квадратики, это примерно 1 на 1 сантиметр. То есть, можно вот такое напечатать и посмотреть. То есть, небольшая деталька будет. Так, тут я установил все. Нажимаем нарезка на слои. Все, опять-таки ждем. Будет печататься 18 минут и где-то 1 грамм. Ну и также длина прутка. Нажимаем предварительный просмотр. То есть, мы можем посмотреть, как это дело все будет выглядеть и печататься. Ну, тут ползунок можно еще подергать. И он будет показывать, как эта деталь печатается. Так, дальше. Сохранить на внешний носитель. Я надеюсь, что вы флешку уже вставили. Нажимаем сохранить. И получается вот такая вот штука. Рутер спиральный. Ну, он будет, короче, неправильно показываться, потому что там русский язык не совсем правильно. Так, сейчас я удалю. Тут уже другая деталь немножко. То есть, вот так вот будет на флешке выглядеть. Ну, вот это вот все, что на русском напишите, оно будет на карказяпском отображаться. Все, нажимаем вот тут извлечь. Обязательно, потому что, чтобы флешка не поломалась. И можем вынимать флешку. Вынимаем флешку. Прям записываю все одним дублем, потому что в интернете навалом того, как это надо делать. И все, все, все неправильно показывать, неудобно. Короче, вставляем флешку. Так, ну что, мы подготовились к печати. И далее мы что делаем, значит. Подключаем питание и берем, например, вот такой клей-карандаш. В данном случае я печатаю на стекле, просто с клеем, чтобы не было геморроя. Можно печатать на вот такой штуке, но надо будет тоже посмотреть, что по качеству. В общем, что делаем. Включаем принтер. Питание запускается. Запускается менюшка у нас. Ждем. Нажимаем принт. Вот видите, наша деталь, она из-за русского языка неправильно отображается. Нажимаем ок. Все, теперь ждем. Тут будет показываться температура. Вот смотрите, стол будет до 70 градусов нагреваться. Потом будет нагреваться у нас уже само сопло. Сначала стол. В общем, пока стол нагревается, ну, ближе к нагреву, да, перед печатью, вот, лучше вот таким намазать клеем. Так, берем, открываем. Сейчас я поставлю паузу. Так, берем и немножко отодвигаем, во-первых, стол для удобства, и просто намазываем себе немножко клеем. То есть, можно любые другие клеи пробовать. Я пока таким клеем пользуюсь. Можно, конечно, и на стекле печатать. То есть, просто, ну, скажем так, с пластиком, опять же, бывает гемор в том, что либо сильно прилипает, либо отлипает. То есть, вот такие вот дела. Можно, говорю, на пластиковых столах печатать и на любых других, короче, каким вам удобно. Я показываю, делаю, как сам в данный момент. Все, в принципе, нагревается. Мы тут можем наблюдать. Так, 23 градуса у нас. Это что? 23 градуса сопло, наверное, у нас. Ну-ка, столик можно потрогать визуальный. Ну, кстати, аккуратно, чтобы не обжечься. Он уже горячий почти. 43 градуса стол. И потом будет нагреваться сопло у нас. Ладно, ждем. Это процесс не быстрый. Может занять где-то пару минут. Так, стол у нас нагрелся до 70 градусов практически. И 250 градусов у нас будет сопло. Не понимаю, почему так много, кстати. Но, ладно, пускай будет. Можно, короче, поменьше сделать в настройках. Но не будем копаться. Просто по дефолту запустим так, как есть. Еще забыл сказать, что в 3D-печати есть такая штука. Называется поддержка там и кайма. В общем, в той приложухе можно ее устанавливать. Пока она нагревается, давайте посмотрим. В общем, это обязательно стоит установить, чтобы вот рядом с деталью была вот такая вот, как бы сказать, штука, которая ее удерживает. Если у вас печатается хорошо без нее, можно ее выключить. Так, где-то здесь у нас были настройки поддержки. Вот они, поддержка именно. Тут открываем. И здесь можно вот просто выключить. Например, у меня тут древовидная поддержка стоит. Можно ее выключить. Тогда будет и без поддержки, и без каймы. И здесь где-то про кайму у нас тоже есть. Так, в общем, мотаем и смотрим. Либо кайма может быть прилипание вот к столу. Да, вот кайма тут. В общем, здесь тоже можно поставить кайма, либо юбка и так далее. Можно подложку делать. То есть деталь именно будет не на столе печататься. Сначала пластмассовая такая штука сделается. Столик для нее, скажем так. И потом будет деталь. В общем, это тоже стоит не забывать. Итак, если деталь, короче, не крепится. В общем, что я сделал, да? Можно клей, то есть клей, который мы наклеили сейчас, можно немножко размочить, и он будет как бы немножко более лучше прилипать. Вот сейчас он не особо прилипает. Но стол кипяток прям. Вот. Так, дальше что? Где-то у меня тут пинцетик еще был. Что немаловажно. Может вам, в принципе, пригодится. Так, свет у нас. Свет у нас падает. Ну, это ладно. В общем, прикол в том, что вот здесь сопло, видите, на него всякая гадость налипает. То есть пластик он стекает и налипает. Вот таким вот образом. Вот. Его надо, короче, лучше оторвать, потому что это блямбус. Он может, в принципе, испортить деталь. Ну, по началу печати. Так, и еще, короче. То, что пластик нужно вставлять. Ну, думаю, вы с этим, наверное, сами разберетесь. В общем, начало печати. Так. Я обычно стараюсь всегда эту штуку убрать, чтобы она, короче, нам не мешала. А, давайте посмотрим, как у нас будет печататься первый слой. Просто воочию увидите, как оно работает. Тут у меня... Он работает... Ну, датчик типа... Вот здесь вот зелененький. Вот. И видим такой круг. Ну, сейчас не особо видно. Сейчас он немножко напечатает и будет видно. Потому что слой очень мелкий тут. Так, ну что, принтер допечатал. В принципе, можно вставить ОК и выключать его. В общем, столик уже у меня остыл. И давайте посмотрим, что у нас получилось. В общем, получилась у нас вот такая вот деталечка. Из-за того, что я поставил, видимо, слишком малую деталь. Да, вот эти части, вот тут полосочки, они не пропечатались. Потому что, ну, возможно, диаметр был... Ну, то есть, диаметр линии меньше, чем надо. Ну, получилась вот такая деталька. В общем, 3D-печать, это нужно экспериментировать обязательно, если вам нужно какие-то детальки делать. Я просто наспех сделал вот такую детальку посмотреть. Именно напечатал. Вот. Это вот у нас крышка. Ну, то есть, кайма, которая держит, как раз-таки ее можно отломить. Она нам не нужна. В общем, вот такая вот 3D-печать у нас получилась. Ну, что, друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, пожелания. И что-нибудь интересненькое мы еще снимем на канальчике. И про 3D-печать, и про другие интересные темы. В общем, вот такая 3D-печать получилась. Красота. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok